Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Не успели мы предостеречь вас о слишком раннем начале работ в саду и в огороде, чтобы теплая погода вас не соблазняла, чтобы вы все-таки ориентировались на календарные сроки проведения работ, как морозы и холодная погода не заставили себя ждать. В Минске, в Беларуси повсеместно даже выпал снег, что совсем неплохо в конце марта 2020 года, поскольку зима в целом была малоснежной, запаса влаги совсем мало. Год обещает быть очень сухим, очень тяжелым для выращивания растений. Как адаптировать растения к этим проблемам мы обязательно расскажем вам на нашем канале, поэтому подписывайтесь, не забывайте, не пропускайте наши выпуски. И мы обязательно говорили с вами о том, как защитить растения перед наступлением возвратных холодов. И вот теперь настала пора после этих возвратных холодов, там где все-таки растения повредились, или те, кто не следовал вовремя нашим советам, дать какие-то рекомендации по поводу восстановления растений после воздействия заморозков. Очень многие растения нуждаются в такой защите. Во-первых, некоторые садовые растения, такие, например, как жимолосъедобная, в принципе, обладают ранним сроком начала вегетации. Она уже полностью распустила свои почки, появились листочки, и они, как видите, очень и очень повреждены вот этим даже кратковременным, но все-таки морозом. Среди других садовых растений имеются сорта северного типа и южного типа. Вот у яблонь, у сортов северного типа, почки находятся совершенно в спящем состоянии. А у сортов более южного типа или даже привезенных с юга, почки уже начали свою вегетацию. Вот этот зеленый конус, который вы видите, свидетельствует о том, что достаточно еще немного времени, и почки полностью распустятся. Конечно, возврат холодов очень и очень негативно на них влияет. Также смородина очень различается по срокам начала вегетации. Южные сорта, уже видно, что на них распустились листочки. Нужно еще буквально несколько теплых дней, и покажутся бутоны с цветками. А у сортов северного типа, почки только-только начали зеленеть и вошли в фазу зеленого конуса. В том числе декоративные растения требуют нашего внимания. Жимолость каприфоль, как и жимолость съедобная, также рано начинает вегетацию. Возвратные заморозки могут привести к тому, что она и вовсе цвести не будет. А рано раскрытые не вовремя розы, либо просто начавшие быстро вегетацию, почки могут повредиться, и растения уже не будут радовать нас таким пышным цветом, как мы их ожидаем. Поэтому, если ваши растения попали под вот эти холода, и абрикосы, и персики, и многие другие, их обязательно надо обработать. С двумя обработками, которые я очень рекомендую вам в этот период, я вас сейчас и познакомлю. Важным трендом последних лет в растениеводстве, даже в приусадебном растениеводстве, является использование различных аминокислот для регулирования роста и развития растений. Если для предотвращения повреждения заморозками такие аминокислоты, как метионин и глицин, как мы рассказывали в одном из наших выпусков, имеют решающее значение, то в случае восстановления после действия заморозков, и в отношении садовых, и декоративных, и овощных, и всех растений, имеет в первую очередь трептофан. Эта аминокислота, трептофан, продается в аптеке, и она является важным предшественником одного из гормонов роста растений. Поэтому, когда растения повреждены заморозками, нам очень и очень важно дать им источник энергии и источник гормонов, чтобы само растение не тратило на это свои и так иссякшие силы. В качестве источника энергии мы будем использовать янтарную кислоту. Для приготовления 10 литров рабочего раствора нам необходимо добавить предварительно в 1 литр теплой воды 5 таблеток янтарной кислоты, или суммарно 500 миллиграмм. Вот сюда вот добавляем. Кроме того, вот таких вот капсул по 200 миллиграмм нам на 10 литров надо добавить 5 штук, то есть 1 грамм. Берем капсулку и вот таким вот образом просто-напросто вот сюда вот высыпаем их 5 штук. Трептофан неплохо всасывается в растения. Благодаря этому, являясь предшественником ауксинов, он способствует очень хорошему восстановлению растений после различных повреждений. В первую очередь нас сейчас волнуют повреждения низкими температурами. Когда мы здесь растворим в этом литре все наши компоненты, вода должна быть такая, ну слабо теплая, не горячая. После этого мы доводим этот раствор до 10 литров и опрыскиваем наши растения. Этот раствор можно хранить в холоде при температуре где-то 15 градусов и ниже, можно даже замораживать. По крайней мере в течение 5 дней. И повторить такую обработку также стоит через где-то 3-5 дней еще раз. В таком случае вы можете быть уверены, что ваши растения получат необходимую дозу веществ, которые будут способствовать восстановлению после таких повреждений. Кроме того, что можно использовать трептофан в качестве источника предшественника гормонов, имеются также биологические препараты, такие как бактоген и в первую очередь стимул, которые содержат живые микроорганизмы, способные синтезировать эти самые гормоны. Их можно использовать также для обработки, в том числе смешивать с этим раствором в соотношении 1 к 100. Но вы должны помнить, что многие агрономы, хотя это мнение испорное, но многие агрономы считают, что растения часто повреждаются заморозками из-за наличия там в растениях, на растениях бактерий. Бактерии выступают как центры кристаллизации воды, тем самым повреждая клетки. Но поверхностное нанесение этих бактерий на поверхность листьев, не внутрь, не как эндофитные микроорганизмы, а именно на поверхность, не окажут никакого вредного влияния. Поэтому я считаю, хоть есть и альтернативное мнение, но я считаю, что использование бактериальных препаратов в такого рода обработках является очень предпочтительным. Кто-то может возразить, что бактерии при низких температурах работать не будут. Однако же при наступлении благоприятного периода никуда ни трептофан с поверхности листьев, который не до конца, и там почек поврежденных частей растений, никуда не денется, за исключением того, что будет поглощаться растениями. Он будет находиться на поверхности растений, и бактерии точно так же останутся на поверхности растений. При наступлении благоприятного периода все это начнет работать. Бактерии будут очень активно превращать трептофан в гормоны роста растений, тем самым способствуя не только хорошему восстановлению растений после различного рода повреждений, но также и богатому урожаю, потому что они будут способствовать нормальному, хорошему росту и развитию. В альтернативу этому методу я вам сразу же порекомендую и второй. Он является более простым и в некоторой степени более комплексным. Однако же скорость его воздействия на растения является достаточно медленной. Поэтому, если растения у вас находятся в фазе острого повреждения вот этих молодых побегов, почек, в этом случае используйте вот этот вот рецепт с трептофаном. В случае же, если впереди ожидаются теплые, благоприятные дни, растения, скажем так, находятся в угнетенном, но не поврежденном состоянии, то можете воспользоваться вот этим простым, но тоже весьма эффективным восстанавливающим рецептом. Он прост до безобразия. Вам понадобится 1 литр молока любой жирности, а также 100 грамм прессованных дрожжей или большая чайная ложка с горкой сухих дрожжей. Литр молока необходимо смешать с этими самыми дрожжами. Ну так, как будто вы собираетесь делать блины или месить тесто на пасхальный кулич. Важным условием работы этого рецепта является необходимость доведения молока с дрожжами до кипения. Одной из наиболее грубых ошибок блогеров, которые рекомендуют использовать дрожжи в различных рецептах, является выбраживание дрожжей с сахаром. И это совершенно недопустимо. Это значительно снижает ценность дрожжей как источника ростовых веществ. Триптофан в промышленности производится в том числе с помощью дрожжей. И дрожжи являются также прекрасным источником трептофана. К сожалению, когда дрожжи начинают бродить при добавлении сахара, количество трептофана резко снижается. Поэтому не слушайте некомпетентные советы, которые гуляют из одного выпуска в другой. Пожалуйста, руководствуйтесь основами агрономии, основами физиологии растений и советами компетентных людей. После того, как вы прокипятите это молоко, прокипятить с дрожжами его надо, ну, довести до кипения хотя бы, для того, чтобы трептофан высвободился оттуда как можно лучше. Разведите до 10 литров объема водой, обыкновенной водой, и обработайте ваши растения. Этот раствор практически не хранится, поэтому запас этого раствора делать не надо. Сделайте его столько, сколько необходимо вам для обработки. Если от обработки сада он остался, обязательно используйте его для обработки вашей рассады. Это прекрасное ростостимулирующее средство. Вы можете его использовать как для поверхностного нанесения на поверхность листьев, так и для полива в той же концентрации. Что ж, такого рода обработки являются прекрасными биологическими средствами для стимуляции растений в трудный период. Поэтому используйте их любой на выбор. Молочно-дрожжевой раствор также прекрасно смешивается с препаратами бактериальными, которые тоже обладают ростостимулирующим эффектом. В первую очередь в этот период весенней времени остановитесь на бактагене и на стимуле. Что ж, я желаю, чтобы ваш сад и ваши растения не страдали ни от болезней, ни вредителей, ни неблагоприятных условий. А мы в том, чтобы они у вас не страдали и вас радовали вам, обязательно помогаем и будем еще помогать. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok